60 лет назад началось освоение Целины. Чтобы принять участие в обработке залежных земель, в Северный Казахстан прибыли десятки тысяч переселенцев из России, Белоруссии и Украины. Среди них был и Аслан Нихай. Своей историей он поделился со студентами колледжа сферы обслуживания. На этой встрече побывала и моя коллега Александра Солмина. Главный гость на сегодняшней встрече – Аслан Нихай. Он участник Целинной эпопеи. В 17 лет по комсомольской путевке приехал в Северный Казахстан из Краснодара. Вспоминая далекий 54-й год, говорит, не страшили его ни суровый климат региона, ни тяжелая работа. Были молоды, совсем справлялись. А вот гостеприимность местного населения стала настоящим сюрпризом для переселенцев. Удивительная душа людей, аула, казахское население особо. Такое невозможно передать словами, как будто мы самые родные люди, расселили нас по квартирам. В 54-й послевоенные годы, чтобы подняться на ноги и прокормить огромную страну, нужно было предпринимать меры. Развитие сельского хозяйства – одно из самых оптимальных решений. Подумали тогда и не прогадали. В первые годы освоения новых земель в Североказахстанскую область прибыли 18 тысяч человек из России, Белоруссии и Украины. В каких условиях жили переселенцы, когда получили первый урожай и каких усилий стоил этот хлеб? Оказалось, об этом нынешняя молодежь знает мало. Сегодня нам приоткрыли этот занавес, рассказали очень много интересного. В гости пришел целинник, который очень интересно рассказал и даже пробивает на дрожь, когда именно участник этого все рассказывал. Нужно помнить о первоцелинниках. Именно это хотели донести до молодежи организаторы. Встречу постарались сделать как можно интереснее. В ходе подготовки круглого стола мы решили немножко поменять саму форму проведения. То есть включить и демонстрацию видеофильма, и выступление от лица молодежи, от молодых преподавателей. И, конечно же, выступление Аслана Норовича. Цель была достигнута. У студентов появился интерес, а главное – уважение к истории наших земляков. Александра Салмина, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК.